2007 год Работа Демиана Хёрста «Ради Бога» Инкрустированная бриллиантами Платиновая отливка человеческого черепа Себестоимостью 14 миллионов рыночной ценой 50 миллионов фунтов стерлингов Выступает ярким примером искусства Делающего ставку на сенсацию И инвестиционный потенциал Как уже говорилось В ситуации постмодерна Большие сценарии модернизма В том числе все возможные варианты Прогрессивной истории искусства Лишились доверия И абсолютная разнородность современной арт-сцены Кажется, подтверждает это мнение Еще в 1975 году Энди Уорхол Видел только один путь в будущем Бизнес Это следующая ступень после искусства Писал он философии Энди Уорхол Имея в виду не только стремление художника заработать Но и зарабатывание денег как искусство И хороший бизнес как лучшее искусство Это означало, помимо прочего Что художественное производство Может строиться на бизнес-моделях Уже в 1957 году Уорхол Учердил компанию Энди Уорхол Энтерпрайзес И в последующие годы Начал выпускать книги, фильмы ТВ-программы И журнал интервью И что любая Авангардистская оппозиция Этому экономическому порядку Выглядит как нелепое подвижничество Но в то же время Предполагалось Что у послевоенного искусства Остается по крайней мере Один вразумительный сценарий развития Предполагающий Его постепенное слияние С индустрией моды Медиа Рынка И капиталовложений И вот В 2000-х годах В условиях Девальвации Других способов суждения Художественная ценность Произведения Зачастую Стала приравниваться К известности художника И его финансовым успехам И вот в 2000-х годах, в условиях девальвации других способов суждения, художественная ценность произведений зачастую стала приравниваться к известности художника и его финансовому успеху. Неолиберальные покровители. Производство для рынка стало фундаментальным состоянием искусства, начиная с Ренессанса. Предопределив характерные для него модели станковой жилписи и скульптуры. Однако художественный рынок в нынешнем виде – совсем недавнее явление, порожденное интернациональной буржуазией, которое, восстановившись и окрепнув после Второй мировой войны, в пору экономического процветания 60-х годов, пустилось закупать искусство, в особенности американский поп-арт, который, как выразился историк искусства Томас Кроу, выглядит как товары и продается как товары. В это же время значительно увеличилось количество коммерческих галерей, возросло влияние арт-дилеров и коллекционеров. То, что современное искусство можно рассматривать в первую очередь как инвестицию, стало ясно с появлением высокодоходных аукционов. Один из самых громких состоялся в 1973 году, когда Роберт и Этель Скалл распродали свою коллекцию, львиную долю которой составлял поп-арт. Разъяренные художники при этом остались ни с чем. После экономического застоя 70-х годов антирегуляционная политика Рейгана и Тэтчер вызвала к жизни новый сверхсостоятельный класс, давший и новых видных коллекционеров, которые, что вполне естественно, предпочитали критическим формам концептуального, перформативного и сайт-специфичного искусства, проверенную рынком живопись и скульптуру. Ведущей фигурой арт-бума 80-х годов стал Чарльз Саачин, глава рекламной империи, базирующейся в Лондоне, который чутко реагировал не только на новый инвестиционный потенциал современного искусства, но и на рекламную ценность его самых известных и скандальных представителей. Саачин был одним из первых покровителей молодых британских художников, таких как Демен Хёрст и Трэйси Эмин. Арт-рынок резко обрушился в 1990 году, через три года после падения рынка акций в 1987. Художественные и финансовые рынки взаимосвязаны, но не синхронизированы. Однако десятилетия спустя неолиберальная экономика породила индивидуальные капиталы, значительно превысившие капиталы 80-х годов, и художественный рынок вновь расцвел буйным цветом. Если знамя арт-бума 80-х годов нес рекламист Чарльз Саачи, то теперь инициативу захватил Стивен Коэн, инвестиционный менеджер, который использовал колоссальные прибыли учрежденного им фонда САК Кэпитал, чтобы за короткое время создать обширную коллекцию послевоенного искусства Стивен Коэн. По словам Эми Капеллаца, заместителя главы аукционного дома Кристис, коллекционеры нового типа рассматривают современное искусство как актив, который можно использовать в качестве кредитного залога для спекуляции или уменьшения налога на прирост капитала. И считают арт-рынок только ответвлением рынка ценных бумаг. Дополнительную привлекательность вложениям в искусство придает и то обстоятельство, что инсайдерская торговля покупка акций компанией лицом, обладающим конфиденциальной информацией о ее делах и соглашения о фиксации цен незаконной в других секторах капиталовложения на арт-рынке являются обычной практикой. Используя лексику, ставшую обычной в художественном сообществе весной 2008 года, капилатца подвела итог сложившейся ситуации. Финансовая привлекательность искусства сегодня основывается на идее, что первоклассные произведения в свое время были недооценены. И так как за последние пять лет рынок стал поистине глобальным, их стоимость будет возрастать в результате а. повышенного спроса на редкие вещи, б. беспрецедентного притока частного капитала и ц. рыночные потребности в новом классе активов, которые могут стать предметом продажи для частных лиц по всему миру. С началом финансового кризиса, разразившегося осенью 2008 года, ситуация изменилась, но не так кардинально, как можно было ожидать. И в любом случае рост арт-рынка вплоть до этого момента был наиболее впечатляющим. В особенности после того, как наряду с воротилами рекламного бизнеса и финансистами из Западной Европы и Северной Америки, активными игроками на этом поле стали нефтяные олигархи из России и Ближнего Востока, а также новые коллекционеры из Азии и Индии. Интенсивный рост арт-рынка подтверждается более чем четырехкратным за период с 2002 по 2006 год увеличением оборота аукционов современного искусства. Только в 2007 году продажи обоих крупнейших аукционных домов Кристис и Сотбис достигли полутора миллиардов долларов. Кстати, домом Кристи управляет Франсуа Пино, владелец музея в Палаццо Гросси в Венеции, и сети галерей Конч оф Венисон в Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. Для столь крупного коллекционера, который среди прочего владеет брендом Гуччи, покупка, продвижение и продажа искусства являются, так сказать, делами внутриведомственными. Но даже в хорошие времена современное искусство не самое надежное вложение, и его привлекательность нельзя объяснить одними инвестиционными перспективами. У этих покупателей есть гигантские излишки экономического капитала и столь же огромный дефицит капитала социального и культурного, пишет Олаф Велдхесс, эксперт по арт-рынку. Покупая современное искусство, они покупают доступ к общественному признанию, то есть мотивом коллекционера остается, как и прежде, престиж, положение общества и удовольствие от причастности, по выражению кроу. Роскошные поездки на арт-ярмарки, публичные приемы, вечеринки для своих, уважение со стороны более мелких игроков, доступ к художникам и так далее. Влияние этого фактора на производство и рецепцию значительной части современного искусства заставляет отнестись к нему серьезнее, чем к простому предмету социологического интереса. К примеру, стремление к демонстративности влечет за собой запрос на грандиозный масштаб и зрелищность, что повышает стоимость создания и экспонирования произведений, будь то массивной скульптуры Ричарда Соррель, Сора, пышные перформансы, фильмы и инсталляции Мэтью Барни или экстравагантные инвайронменты Алафура Элиасона. Такие проекты требуют огромных затрат, поэтому и круг заказчиков у них при своем международном охвате невелик. В сущности произошло возвращение к системе прямого патронажа со стороны немногих состоятельных меценатов, когда самые ожидаемые работы обычно делаются по заказу. Такое положение дел ведет к тому, что в общественном мнении искусство еще больше, чем прежде, считается делом частным, независимо от его содержания и направленности. И изобилие частных музеев в США, Европе и по всему миру укрепляет это мнение. Как долго они смогут оставаться на плаву в финансовом плане? Неизвестно. Конечно, история знает много примеров, когда коллекция становилась музеями. Но случаев частичной приватизации публичной культуры известно не меньше. Иллюстрацией может послужить предпринимательская филантропия Элли Брода, нажившего миллиарды на строительстве недвижимости. Он успешно устроил собственную коллекцию и даже учредил свой музей в рамках пользующегося налоговыми льготами комплекса художественного музея округа Лос-Анджелеса без каких-либо финансовых обязательств. Попечитель учреждения, действующий в своих собственных интересах, явление отнюдь нередкое. Однако симптоматичное для ситуации, которая привела многих директоров и кураторов музеев к тому, что они прежде всего выступают как слуги патронирующего класса и лишь затем как хранители общественного достояния. Само по себе это положение еще ни к чему не обязывает. Однако едва ли стоит рассчитывать на преданность локальным институтам со стороны бенефициаров глобальной экономики. Слияние современного искусства с медиарынком имело для искусства еще одно последствие. Критик Джулиан Сталабрас проводит ряд параллелей свидетельствующих о сближении современного искусства с корпоративной массовой культурой. Акцент на образе юности предпочтения работ которые хорошо репродуцируются на страницах журналов. Культ художников звезд произведения которые заигрывают с потребительской культурой и модной индустрией и служат доступной приманкой для спонсоров. Отсутствие критики за исключением той которая имеет определенные и контролируемые последствия. Эти совпадения показательны но есть и другие не более на более структурном уровне. художник некогда считавшийся богемным аутсайдером сегодня часто рассматривается как образец инновативного рабочего в системе пост фордистской экономики. Как пишут социологи Люк Болтанский и Эб Киапелло менеджерский дискурс последних 20 лет оперирует понятиями которые раньше ассоциировались с артистической личностью независимость спонтанность нелинейное мышление полифункциональность противовес узкой специализации при прежнем разделении труда коммуникабельность открытость к окружающим и ко всему новому неограниченная самоотдача креативность интуиция воображение чуткость к отличиям умение извлекать уроки из опыта и восприимчивость к широкому спектру впечатлений заинтересованность в неформальном общении и межличностных контактах если менеджерский дискурс ассимилировал художнические качества то некоторые художники начали в свою очередь копировать бизнес модели да так усердно что уорхал был бы посрамлен полифункциональность Херста доходит до безумия он владеет издательским домом линией одежды и рестораном а его коллекция искусства и диковинных вещей под названием нурдэрмэ нурдэрмэ убей меня выставлено выставлено на обозрение в его викторианском готическом особняке на Котсуолт Хиллс в западной Англии на него работает целая армия ассистентов как и на Джеффа Кунса и Такаси Мураками коллег Херста по бизнес арту до кризиса 2008 года Кунс заведовал мастерской фабрикой в Челси на которой трудились 90 человек а корпорация принадлежащая Мураками и базирующаяся близ Токио и Бруклине насчитывала сотню рабочих работы подписанные именем Кунс или Мураками по большей части проектируются на компьютерах ассистентами художников а затем изготавливаются на фабриках порой подчеркивая слияние музейного искусства с массовой культурой а порой используя разницу между ними с выгодой для себя эти два художника наглядно представляют описываемую тенденцию в обоих случаях художественная практика структурируется рынком в каком-то смысле рынок стал медиумом искусства рынок как медиум как отмечалось выше в своих работах 80-х годов Кунс играл на отождествлении художественной выставки и торговой витрины придавая этому тождеству оттенок двусмысленности почему к примеру безупречные пылесосы помещены в ярко освещенные флексиглазовые контейнеры а новенькие баскетбольные мячи плавают в наполненных водой аквариум в новинку для художественного мира была и последовавшая затем серия его работ представляющих собой реплики вещей из мира пригородного досуга отлитые из нершавеющей стали барные аксессуары или вырезанные из дерева и окрашенные статуэтки забавных зверушек которыми жители провинции украшают свои дома жители провинции объектами в диапазоне от бюста Людовика XIV до статуэтки Боба Хоупа и от героя фольклора Киппенкерля странствующего торговца в средневековой Германии до героя поп-культуры Майкла Джексон и его питомца шимпанзе Баблза Кунс Баблза Питомца шимпанзе Баблза Кунс демонстрировал благопристойный уют одну из многих сторон китча однако Кунс не стремился смутить зрителя намеренной демонстрации дурного вкуса напротив он вполне в уорхолском духе настаивал на искренности своего посыла статуэтка Хюммель серия фарфоровых статуэток сказочных персонажей которую начали производить в Германии в середине 1930-х годов по рисункам немецкой монахини и художницы Марии Хюмель не кажется мне бесскусным комментировал он свою серию псевдонародного искусства мне кажется она красива и я откликаюсь на нее сентиментальность на ее сентиментальность своей работы поскольку авангард в свое время выступал в оппозиции китчем воссоединение с китчем еще способно слегка удивить но в нем нет авангардистского вызова как раз наоборот я всегда стараюсь делать такие работы которые не оттолкнут никого из зрителей заявляет Кунс своими работами я побуждаю людей обратиться к своему прошлому к самим себе если верить Кунсу прошлое и идентичность зрителя определяются символами истории массовой культуры которую нам следует считать совершенной каковой она и является самым подходящим здесь примером служит серия торжеству 1994 2006 год включающие 20 огромных скульптур фигуры из надувных шаров сердца валентинки кольца с бриллиантами и расколотые яйца скульптуры отлитые из высоко хромистой нержавеющей стали покрытой прозрачной краской и отполированной до блеска как упаковка для дорогого подака изготовление этих предметов оказалось делом непростым и очень затратным поставив Кунса на грань банкротства но когда аукционы цены на его работы резко возросли один из дилеров Кунса Джеффри Дейдж сумел организовать консорциум галеристов и меценатов чтобы те заранее вслепую купили несколько еще не созданных произведений показательно что Дейдж вскоре стал директором музея современного искусства в Лос-Анджелес это казалось разумным вложением одна из этих работ висящее сердце пурпур золото была продана в 2007 году на Собис за 23,6 миллиона долларов что же так привлекает спонсоров и публику в этих вещах рассмотрим работу собака шарик 1994 2000 год который существует в трех равно соблазнительных вариантов желтым оранжевым и пурпурным высокохромистая нержавида прозрачная краска 3 метра на 360 50 рассмотрим работу Вызывает легкий трепет сознание того, что маленькая, хрупкая, недолговечная игрушка стала огромной, прочной и обреченной на вечную жизнь. Что ее производство стоило дорого, а сама она стоит еще дороже. Вдобавок в ней прочитывается притягательная смесь общедоступности самого образа и эксклюзивности обладания. Некоторые полагают, что эта формула делает скульптуры Кунса идеальным паблик-артом, а его поклонники говорят о широкой панораме общества, которому адресованы эти работы. Критик Питер Шелдау точно подметил, из чего состоит эта панорама. Кунс обращается к нашему времени, плутократической демократии, готовой пустить кучу денег на жест солидарности со вкусами низших классов. Характерно, что осенью 2008 года Кунс устроил шоу во дворце Версаля, в настоящей туристической Мекке. Два года спустя там же состоялась выставка Мураками, вызвавшая большой фурор. Японский художник эксплуатирует конвергенцию искусства, медиа и рынка еще более последовательно, чем Кунс. Если последний оперирует умными выборками из репертуара западного китча, то Мураками создает собственные бренды, инспирированные японскими субкультурами. Атаку – фанат. И Каваи – миленький. Атаку в основном юноши, безумно увлеченные каким-либо героем комиксов, манго или фильмов, аниме. Это может быть герой-мужчина, с которым фанат себя идентифицирует, или девушка, покорная героиня сексуальных фантазий. Ранним опытом Мураками в этом духе была Мисс Ко. 1997-й, в которой соединились черты светловолосой феи и пышно-грудой порнозвезды в откровенном костюме официантки. Мисс Ко не завоевала популярности среди атаку, вероятно, потому, что в ее образе недоставала покорности. Более успешными оказались мотивы, играющие на субкультуре каваи, ориентированные в основном на женщины, забавные грибы, улыбающиеся цветы, малыши, кайкаи и кики, корпорация Мураками, названа их именами. И особенно мистер Доп, названный в честь героя манги, Доп очень напоминает Микки Мауса, чья голова, из которой он, собственно, и состоит целиком, как бы произносит его имя. Ди и Би вылетают из ушей, а его лицо – это О. Зубастый и зловещий в своем первом воплощении Доп быстро преобразился в инфантильное и милое существо. Между прочим, образ Микки Мауса прошел такой же путь и, судя по всему, стал прототипом бренда Доп. Хотя Япония и не знает такого жесткого разделения на высокую и низкую культуру, какое характерно для Запада новейшего времени, Мураками объединяет разные социоэкономические режимы в беспрецедентном масштабе. его яркие мутанты, как тот же Доп появляются в виде дорогих картин и скульптур, и в то же время в виде самых дешевых товаров – стикеров, значков, брелоков, для ключей, кукол и так далее. Их можно увидеть в крупнейших музеях и супермаркетах. У художника-граффитиста Кита Хеллинга в 80-е годы была похожая линейка товаров. Его фирменные фигуры радиационного младенца и лающие собаки тоже выставлялись как искусство и выпускались в качестве принтов на футболках. Но его поп-шоп сущий пустяк по сравнению с корпорацией Мураками, которая предлагает самые разные услуги, рекламы, упаковка, анимация, организация выставок, создание веб-сайтов. А еще Многостаночник Мураками устраивает карьеру семи молодых японских художников, руководит арт-ярмаркой, ведет радиошоу и колонку в газете, работает бренд-консультантом на телеканале и у миллиардера Минору Мори и создает собственные мультфильмы. Возможно, самый большой всплеск его успеха на Западе случился в 2082 году, когда Марк Джейкобс нанял Мураками в качестве дизайнера одной из монограмм Луи Виттона. Только за первый год доход продаж дамских сумочек с разработанным им новым символом глазом медузы и мотивом цветущей вишни составил 300 миллионов долларов. Но то, что для Мураками подобная деятельность стоит в одном ряду с его художественной практикой, ясно показала его ретроспектива в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе, напоминавшая Бутик Луи Виттон и названную Мураками компанией 2007-2008 словно музей, лишь очередная торговая площадка. Вероятно, во времена Орхола было нечто тревожное в этом смешении позиций и ценностей. художественного и коммерческого, высокого и низкого, редкого и массового, дорогого и дешевого. Теперь же, когда эти оппозиции схлопываются, это не вызывает ни беспокойства, ни внезапного прозрения, разве что нервную эйфорию, усталое отчаяние или маниакально-депрессивную смесь того и другого. Мы достигаем успеха каждый раз, когда делаем что-то искреннее, назидательно говорит мураками. Людям очень сложно понять, каково их самое искреннее желание. Энди Орхолу это удалось. Однако закажущейся прямотой мураками или наигранной веселостью комса порой проскальзывают зловещие или перверсивные ноты, которые бесспорны у Орхола. безобидные на первый взгляд собака шарик наводят на мысль о полифорной сексуальности, округлые формы пуделя превращаются в груди и пенисы. А первый вариант мистера Доб делает явный оттенок садомазохизма, порой ощутимый в образах Микки Мауса и Дональда Даг. Когда-то Вальтер Бенниамин объяснил популярность ранних фильмов Диснея тем, что публика узнает собственную жизнь. В злоколучениях Микки и Дональда главный урок которых научить нас, как выжить в цивилизации, ставшей варварской. Привлекательный примитивности воплощаемый персонажами Кунса и Мураками тоже различим этот странный призыв. Разумеется, Мураками понимает, что инфантилизм, субкультур, атаку и кавай отчасти проистекают из травматичного опыта его страны, ядерного холокоста и послевоенного подчиненного положения Японии. Эта темная сторона особенно заметна в работах Херста, который намеренно провоцирует скандалы, бьет все рекорды по переводу медиашумихи вокруг себя в денежный экиповалент. Но еще до того, как он оставил коровью голову разлагаться на глазах у публики, погрузил свою знаменитую акулу в аквариум с формальдегидом, Херст понял, что шокирующая больше не шокирует, что анестезия это обратная сторона шока и что его истинная тема апатия. В этом смысле его шедевром стала инкрустированная бриллиантами платиновая отливка человеческого черепа себестоимостью 14 миллионов фунтов. То ли сокровища пиратов, то ли королевская регалия. Эта работа интерпретировалась некоторыми как Венитас или Моменте моря. Но даже если и так, это слишком роскошное, вдобавок, весьма прибыльное напоминание о смерти. Оно пришло в тот мир с оценкой 50 миллионов фунтов. Сам Херст является держателем контрольного пакета акций. Он владеет двумя третьями этой работы. Оставшаяся треть принадлежит консорциуме. Также Херст стал героем передовиц 15 и 16 сентября 2008 года, когда сам в обход двух своих основных дилеров выставил на Сорбис большой лот из числа своих новых работ. Всего 223 предмета с огромным отрывом побив и без того заоблачные эстимейты. Продажи составили 200 целых 7 десятых миллиона долларов, в 10 раз предзойдя предыдущий рекорд торгов произведениями одного художника, установленный в 1993 году, когда было продано 88 работ Пикассо. По иронии судьбы, в те же самые дни обвалилась Нью-Йоркская фондовая биржа. Именитые финансовые корпорации шли с молотка на распродажах, исчезали прямо на глазах или решали свои проблемы за счет налогоплательщиков. Быть может, памятником этому кризису станет бриллиантовый череп Херстер. Самый суровый год депрессии 30-х годов Бениамин писал что антиобщественное поведение богемного художника он подразумевал Бадлера. Теперь, возможно, не так уж субверсивно, как многие из нас привыкли думать. И, имея в виду ожесточение, реализм и бессилие сюрреализма своего времени, отмечал, отмечал. В 20-м веке буржуазия включила нигилизм в систему своего господства. Двусмысленное достижение Кунса, Мураками и Херста, продолжателей Уорхоста, Уорхоевской линии, состоит в отражении обновлений и продолжений этого нигилизма. Рецессивная эстетика После кризиса 2008 года остается неясным, как изменяется тенденция, описанная выше. Тенденция. Поэтому уместным будет закончить эту главу рядом вопросов, ответить на которые наверняка пока невозможно. Как сказывается экономическая рецессия на роли художника? Ведет ли она к отмене некоторых ожиданий, связывающих искусство с развлечением и спектаклем? Может ли современное искусство вернуть себе какие-то из своих общественных функций? Сохранит ли музей неолиберальные эпохи жизнеспособность или же провал, пусть и не сокрушительный, некоторых институтов, например, Музей современного искусства в Лос-Анджелесе, приведет к появлению новых моделей организации? Дает ли кризис шанс искусству? Искусству, не связанного напрямую, напрямую с капиталом, или, напротив, укрепиться власть неолиберальных меценатов? Коль скоро современное искусство расцвело вместе с инвестициональными фондами, инвестиционными фондами и метабанками, и часто создавало свои продукты с помощью тех же самых рассеивающих стратегий, что наращивали виртуальное богатство этих финансовых систем, то какова его роль в этой системе? Насколько надежной остается экономическая модель локального развития и международной торговли, на которой базируется биеннале современного искусства? Возможен ли акцент на других аспектах глобализации? Или же произойдет уход в локальный контекст, своего рода художественный, протекционизм? Наконец, способны ли художественные критики, долгое время не имевшие влияния в системе арт-рынка, управляемой дилерами и коллекционерами, вновь обрести силу? ん. ну, да. Продолжение следует...